Цегламенская библиотека номер 16 подготовила презентацию у библиотеки юбилей нашей любимой библиотеке 95 лет книга быть может наиболее сложное и великое чудо из всех чудес сотворенных человечеством на пути к счастью и могуществу будущего Максим Горький Из истории библиотеки поселке Цегламень в 1928 году появилась библиотека в одной комнате с комитетом комсомола в центре поселка. Книги размещались на четырех полках. Прошло немного времени и библиотеке дали отдельную комнату на Цегламенской улице, дом 195. В 1938 году в библиотеке к тому времени насчитывалось 491 читатель и 2282 книги. В 1941 году библиотека перешла под ведомство РОНО и получила название Пролетарская районная библиотека. В военный 1942 год после библиотечных курсов пришла в библиотеку Анастасия Никифоровна Вашукова, которая отработала на должности заведующей библиотекой до пенсии, то есть до 1971 года. На ее хрупкие плечи легла тяжелая работа в военные и послевоенные годы, вечера и беседы, громкие чтения – вот те формы работы, которые пользовались успехом у читателей в те годы. В 1944 году пришла работать библиотекарем Фролова Анастасия Фроловна. Пролетарская библиотека много кочевала. До 1946 года она переезжала четыре раза. В 1946 году в связи с открытием детской библиотеки из массовой была отобрана детская литература, которая осталась по адресу улица Техническая, дом 124. А массовая библиотека переехала в новое помещение на улицу Ленинская, дом 118. В 1948 году снова переезд на улицу Цегламенскую, 22, сейчас это дом 19. Помещение опять не более 30 квадратных метров, а книжный фонд растет. В 1949 году уже более 7 тысяч изданий. Читального зала нет. Новое районирование в 1955 году упразднило название «Пролетарский район» и библиотека стала называться «Цегламенская массовая библиотека». Сохранился дневник работы за 1956 год. Темы мероприятий «20-й съезд партии», «События в Венгрии», «Суэцкий вопрос». Книжный фонд увеличился и составлял 14 876 экземпляров. Книговыдача 47 896 экземпляров. В 1964 году после ремонта библиотека расширила свои площади до 92 квадратных метров. Появился читальный зал. К 1970 году книжный фонд насчитывал примерно 23 тысячи книг. В 1970 году пришла в библиотеку Щукина Людмила Васильевна, заменившая сначала библиотекаря, а после ухода на пенсию Анастасии Никифоровны Вашуковой короткое время заведовала библиотекой. В 1975 году библиотека вошла в централизованную систему массовых библиотек под номером 7. Библиотека находилась в то время на улице Лачехина, дом 9. В 1979 году пришла на работу в библиотеку Латкина Татьяна Михайловна, которая проработала в библиотеке 33 года. А также в конце 70-х пришли в библиотеку молодые специалисты Рюмина Ольга Витальевна и Родионова Лидия Александровна. Новый год с детьми в детской библиотеке на улице Лачехина, 9. На снимке библиотекарей Фролова Любовь Ивановна и Рюмина Ольга Витальевна. В разные годы в библиотеке работали первый ряд слева направо Сухорукова Евгения, Акулова Галина Григорьевна, Поплевина Александра Борисовна, Латкина Татьяна Михайловна, второй ряд Козыреве Галина Васильевна, Блинова Людмила Егоровна, Стукова Наталья Михеевна, Щукина Людмила Васильевна, Лисица Татьяна Ивановна, Рюмина Ольга Витальевна и Дюкарева Валентина Валерьевна. Это фото с юбилея библиотеки в 2003 году. Библиотеки 80 лет в 2008 году. 1997 год. В Архангельске создана единая сеть государственных библиотек города. Цегламенский филиал номер 16 объединил три библиотеки – массовую, детскую и профсоюзную, принадлежащую ранее Цегламенскому ЛДК. Помещение в библиотеке просторное и светлое. Расположено в здании культурного центра Цегламень по улице Севстрой-2. Добро пожаловать на абонемент в библиотеки. Здесь есть отдел для взрослых читателей и детский абонемент «Умка». Абонемент располагает к активному поиску и различным путешествиям между рядами полок. Здесь со всех сторон на вас смотрят великие мира сего – Пушкин, Гоголь, Толстой, Андерсон и Киплинг. Есть зона для детей, где можно пособирать пазлы и порисовать. Атмосфера уюта во время индивидуальной работы с книгой, удобство и комфорт – все это читальный зал. Здесь можно почитать понравившуюся книгу или журнал, поиграть, порисовать, написать реферат. В библиотеке работают Бухтиярова Светлана Анатольевна, заведующая библиотекой, Трапезникова Валентина Витальевна, библиотекарь абонемента, Фролова Марина Анатольевна, библиотекарь читального зала, Бобылева Галина Христофоровна – гардеробщик, Ананина Екатерина Семеновна – уборщик помещений. Библиотека работает в тесной связи с организациями округа Архангельской санаторной школы-интернатом номер 2, с Центром сопровождения опекаемых, с Советом ветеранов, со школой номер 69 имени Анатолия Антоновича Ефремова, со школой номер 73, с детским садом 123 АБВГД и с Цегламенским детским домом. Основные направления работы библиотеки сегодня – это продвижение книги и чтения, патриотическое и экологическое воспитание подрастающего поколения, организуются тематические выставки, проводятся различные познавательные и развлекательные мероприятия для читателей разного возраста, используются креативные формы работы, такие как квесты «Поетический звездопад», «Брейринг», «Камильфо вечер», театрализованные представления. В летний период библиотека организует читальный зал под открытым небом – «Библиодворик». Особенно востребованы среди детей различные мастер-классы и громкие чтения книг. Продвижение книги и чтения остается одним из ключевых направлений деятельности Цегломенской библиотеки. Сотрудники библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, вносят в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки. Работники библиотеки проводили мероприятия по программе «Хорошее время читать». В проекте участвовали ученики 69-й школы под руководством педагога начальных классов Мининой Марины Юрьевны. Мероприятия проводились по книгам «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева, по рассказам о животных Сетана Томпсона, волшебник изумрудного города Александра Волкова, чудесное путешествие Нильса с дикими гусями, с Эльмой Лагерлёв и многих других. Сыгломенская библиотека номер 16 принимает активное участие в громких чтениях по произведениям писателей Мамина Сибиряка, Скребицкого, Шергина, Павлова, Алексеева и других. Проводят театрализованные представления по произведениям писателей «Заосад» Бориса Житкова, «В гости к Маршаку», «Волшебник в голубом вертолёте по Успенскому». «Северные сполохи» по сказкам Писахова, «Как стать большим» по произведениям Пермика, «По неведомым дорожкам» по сказкам Пушкина». Для продвижения книги чтения в библиотеке был создан театр книги «Золотой ключик» руководитель Фролова Марина Анатольевна. Маленьким зрителям были показаны кукольные спектакли по сказкам «Красная шапочка», «Теремок» и «Зайча избушка». Многочисленные репетиции были не зря. Публика с большим удовольствием наблюдала за игрой актёров. После представления ребята играли в весёлые игры. Развивающая программа «Язык родной дружи со мной» программу по русскому языку начинала проводить Куприянова Светлана Васильевна. После ухода Светланы Васильевны пришла в библиотеку Трапезникова Валентина Витальевна и продолжила занятия по русскому языку. Занимаясь лексикой, грамматикой, дети повышают культуру речи. Валентина Витальевна старается научить детей видеть и слышать слово, правильно писать его. Ребята с удовольствием посещают занятия этого кружка. Интеллектуальный кружок скорочтения для школьников, для учащихся начальных классов, появился в библиотеке в феврале 2020 года. Посещая занятия кружка, ребята научились решать головоломки, работать с таблицами шульте, развивающие и логические задачи, тренирующие память и внимание, читать со шторкой, выполнять нейрогимнастику, рисовать двумя руками. Ребята с удовольствием посещали кружок. Руководитель кружка Фролова Марина Анатольевна. С целью развития творческих способностей младших школьников, художественного вкуса, фантазии и воображения проводятся мастер-классы. Мастер-класс по изготовлению кукол-мартиничек. Мастер-класс к Новому году «Елочка». Открытка к Дню Матери. Под северным сиянием. Обрывная аппликация. Детям очень нравится делать подарки для своих родных и друзей. Творчество сближает ребят, учит усидчивости, актуальности и любить труд. Зимний пейзаж. Аппликация изрезанных ниток. Страна динозаврия. Мастер-класс по лепке из пластилина. Открытка к 23 февраля из цветной бумаги. Аппликация посвящена празднику Дню Отца. В нашей библиотеке проводятся мероприятия, приуроченные к праздничным календарным датам. Например, новогодние приключения с Бабой Егой. День семьи. В гости к ребятам и их родителям пришел домовенок Кузька, который припас много разнообразных и интересных конкурсов. Мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры. Праздник прощания с букварем. Здравствуй, лето! Веселое мероприятие к Международному Дню защиты детей. В своем арсенале библиотека использует различные формы для работы с читателями. Например, такие, как проведение акций. Смысл любой акции – это возможность и умение донести свое видение проблемы через различный сюжет, действия, используя определенные формы. В нашей библиотеке проводилась акция «Покормите птиц зимой», чтобы привлечь внимание детей к зимующим птицам, чтобы облегчить для них период зимовки. Ребята с удовольствием делали кормушки, и мы с ними ходили и развешивали эти кормушки, насыпали туда крупу. Еще об одной акции я бы хотела рассказать. О Чернобыльской катастрофе будут помнить еще не одно десятилетие. Почтить память тех, кто ценой своей жизни, ликвидировав последствия аварии, «Беречь мир и природу» было целью сетевой акции «Чернобыль. Память на все века». В читальном зале проходят не только мероприятия. Здесь можно посмотреть и почитать журналы, подготовить реферат, поиграть, ознакомиться с книжными выставками, посмотреть выставки рисунков, порисовать и много еще чего. Библиотека постоянно уделяет внимание в своей работе обслуживанию социально незащищенных жителей поселка, включая лиц с ограниченными возможностями. Для них по программе «Теплый островок библиотека» проводятся различные мероприятия, мастер-классы, вечера отдыха, игровые программы. Библиотека поддерживает тесное сотрудничество с Советом ветеранов. Работая с данной категорией пользователь, библиотечные работники преследуют одну цель – подарить пожилому человеку радость общения, окружить его уважением и теплотой. Для организации досуга ветеранов библиотекой проводились целый ряд мероприятий. Вела эту программу Куприянова Светлана Васильевна. Важное место в деятельности библиотеки занимают вопрос развития творческих способностей читателей и организации досуга. Проблемы, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни, заставляют его приходить в библиотеку не только ради книги, но и ради общения и восстановления душевного комфорта. В нашей библиотеке есть клуб «Рябинушка». Начинала работу с клубом «Рябинушка» Бобылева Галина Христофоровна. На данный момент руководителем клуба является Фролова Марина Анатольевна. В клубе «Рябинушка» проходил праздник русского платка. На празднике звучали задорные частушки и душевные песни. Рассказ о традиционном русском аксессуаре сопровождала красочная мультимедийная презентация. Непринужденная душевная обстановка никого не оставили равнодушными. Настоящим подарком для гостей библиотеки стало выступление инструментального ансамбля «Сверель» и фитнес-студии «Движение» под руководством Бабушкиной Анастасии Александровны МУК Исакогорского Цегламенского культурного центра. Ко дню здоровья в клубе «Рябинушка» прошел флешмоб «5 минут зарядки. Весь день в порядке». В мероприятии приняла участие студия «Хорошего самочувствия» Исакогорско-Цегламенского культурного центра руководитель «Дымова» Анна Кирилловна. Ее участники – это женщины элегантного возраста, которых объединяет стремление жить не только долго, но и быть бодрыми, постребованными в обществе, вести активный образ жизни. Каждое лето наша библиотека приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей, в летний читальный зал. Здесь можно будет полистать журналы, почитать детям книжки, занять их настольными и спортивными играми, поучаствовать в мастер-классе, порисовать на асфальте, изобразить на бумаге героя своей любимой книги. Читальный зал на свежем воздухе стал для населения своеобразным местом встречи и досуга. В летнем читальном зале все найдут занятия по душе. Любимое занятие, которое очень полюбилось детям – это мастер-классы. На этом мы заканчиваем наше путешествие. Конкурсы и викторины, книжки на именины, обзоры, беседы, лекции, посиделки и конференции, диспуты, громкие чтения, премьеры книг, обсуждения, дискуссии, выставки, вечера, просмотры, утренники, игра, устный журнал, вернисаж, картотека, уют и отдых для человека. Все это – библиотека. Книга – это аптека души и источник знаний, а библиотека – настоящая сокровищница мудрости и храм науки. Мы очень хотим, чтобы в нашей библиотеке стало еще больше читателей, любознательных мальчишек и девчонок, пытливых и внимательных взрослых. Пусть в библиотеку приходят все – веселые и скромные, молодые и пожилые, по одному и компании. Главное, чтобы каждый стремился к познанию нового, чтобы каждому удалось добыть для себя нужную информацию, а может быть, открыть целый мир. Пусть во все времена книга будет самым добрым и верным другом человека. До новых встреч! До новых встреч!